Андрей Владимирович, мы знаем, что существует и формат 3 плюс 3. Ну правда, там нужно сказать 3 плюс 2, но все же. Скажите, возможен консенсус в формате 3 плюс 3, где для Армении самая важная позиция занимает Иран? Это по вопросу коридора. Я понимаю, но вы же знаете, что я старый и стойкий марксистский настроенный сторонник формата 3 плюс 3 во времена любых бурь и затмений. Я до сих пор считаю, что это единственный действительно рабочий формат, который может что-то эффективно решать и, в общем-то, наверное, прийти. Дело в том, что формат 3 плюс 3 – это формат участников, которые реально понимают так или иначе, а что же все-таки происходит в регионе. Все остальные внешние акторы, они, в общем, имеют очень смутное представление и, в общем, часто, знаете, ведут себя как слон в посудной лавке. Поэтому я до сих пор считаю, что 3 плюс 3 – это тот формат, который вообще способен решать не только глобальную проблему, например, делимитация границ или подписание мирного договора между Азербайджаном и Армении, но и такие частные, хотя они не особо частные, с большими последствиями проблемы, как коридора. Тоже это все формат 3 плюс 3 должен делать. Это мое глубокое убеждение. А как думает, Варстан? Ну, я думаю, что вот формат, связанный с коридором, вот формат, если будет решать проблему коридором, связанный с коридором, я думаю, что все-таки там перевесит север. Я решил говорить Иран. Север-юг, а не запад-восток. Этот коридор – это запад-восток. Там главным будет север-юг, потому что это и будущее наше в чем-то, и будущее России. Ирана. Исходя из того, что через Иран – это выход еще и на Индию. То есть тот коридор, который пытались, так сказать, через Израиль провести из Индии, в принципе, уже более 20 лет, как у нас варится все это, и север-юг, я думаю, что намного более стратегически важное направление и важная артерия для экономики. И мы считаем, что все-таки она должна быть главным. И если будет еще и запад-восток, об этом можем говорить. Но все-таки я думаю, что аксиоматично, что север-юг должен быть. И все готово, в принципе, потому что, когда мы говорим вот об этих дорогах, о дорогах, которые будут играть большую роль, о тех цепочках, которые мы сейчас создаем, все это, в принципе, будет создавать, как это ни удивительно, Китай. Потому что главные дороги, вот евразийские, это железные дороги. Главным строителем является Китай. На 80% все дороги там должен строить Китай, потому что он строит сегодняшние наиболее экономичные и скоростные железные дороги. И в этом плане, имея согласие Китая действовать в рамках этого пути, север-юг, я считаю, что более для нас будет, так сказать, и с экономической, и с политической точки зрения весомым север-юг, а не запад-восток. Потому что запад-восток в конечном итоге приводит к тому же, к той же проблеме Большого Турана. Как бы там мы ни крутили, потому что выход в Нахичевань, оттуда в Турцию, в принципе, Турция построила огромное количество дорог, то же самое сделал Азербайджан. Это очень трудно представить себе, что у Турции появились такие деньги, чтобы он это делал. Это огромная работа проделанная. И сейчас это весьма и весьма серьезный, серьезная политическая дуэль. То есть, кто победит, север-юг или запад-восток. И все-таки Россия тоже должна выбирать, что она выбирает. Запад-восток и север-юг. Если бы им говорить, что все вместе и так далее и тому подобного, очень трудно будет согласовать все это с Ираном. Потому что Иран чувствует смертельную опасность. Потому что Индия чувствует смертельную опасность. Если Великий Туран будет сделан, то есть, если им удастся это провести, то в конечном итоге вот эта машина, военная машина, окажется и над Индией. То есть, Пакистан это тоже часть Великого Турана. Великий Туран кончается примерно в середине Китая. Как это неудивительно. Хорошо. Завершаем, Андрей Владимирович. Ваше слово, да? Ну, я хочу закончить, во-первых, сказать, что мне очень приятно было сегодня общаться с коллегами на замечательной встрече. Я, значит, подытожу в отношении коридоров. Я, наверное, соглашусь с коллегой в отношении приоритетности коридора. Но у меня есть одно такое замечание. Персия – страна неожиданностей. Поэтому использовать коридор через Иран, через Персию надо всегда архиосторожны, потому что мы никогда не знаем, что же там произойдет послезавтра.